1 сентября 2004 года. 14 лет назад целью террористов стала первая общая образовательная школа Беслана. Утром, прямо во время праздничной линейки, вооруженный отряд боевиков ворвался на территорию. Более тысячи человек согнали в здание школы. Террористы удерживали заложников три дня. У меня много знакомых ребят ездили освобождать в тот злополучный день эту школу. Каждый молодой человек, неважно сколько ему лет, должен чтить память ушедших, я не побоюсь этого слова, героев, которые спасли не только жизни детей и людей, которые были там, но и сердца матерей, тех солдат, которые погибли. 3 сентября в стенах школы раздались два мощных взрыва. Началась стрельба. Из окон стали выпрыгивать женщины и дети. 333 человека погибли, 186 из них – дети. Терроризм, он не только в проявлении каких-то террористических актов, либо групп и бандформирований. Терроризмом может быть обычный звонок в школу, обычный розыгрыш о том, что школа заминирована, и это очень серьезный, ну так скажем, террористический акт, за который на сегодняшний день есть уголовная ответственность. Подобные мероприятия, как у нас сегодня, где нам нужно помнить те события, которые произошли в школе, в городе Беслан, в городе Беслан, нужны, чтобы наше нынешнее поколение, не для старших, а нынешнее поколение понимало, что это плохо, что это поломанные судьбы, о том, что многие школьники, их ровесники не выжили, и об этом нужно помнить. И самое главное – понимать это. Десятки воздушных шаров были выпущены в небо, в память о погибших детях. Школьники и студенты возложили к мемориалу цветы и белых журавликов, как символ мира.